Оказывается, угодить под следствия правоохранительных органов может любой рядовой гражданин, пользующийся услугами заграничных интернет-магазинов. На телерадиокомпанию «Альтекс.Медиа» обратился Эдуард Антонов, житель города Артёмовский. Эдуард, скажите, какая ситуация привела вас к нам на телекомпанию? Меня обвинили по 138 статье «Незаконное приобретение и использование специальных технических средств». Я заказал ручку на одном из китайских сайтов, и таможня перехватила. Какая-то? Чья таможня? Таможня Новосибирска перехватила. Где вы увидели эту ручку вообще? Для каких целей вы ее решили купить? Я ее нашел на китайском сайте, на этом увидел, на главной странице она висит, во многих магазинах есть. А для каких целей вы приобретали ручку? В принципе, я ее как использовать хотел, как веб-камеру, там флешку можно вставить, просто как обычная флешка, чтобы в машине лежал, нужно что-то записать, как обычной ручкой. Скажите, заказ вами был оплачен, и какова стоимость заказа? Абсолютно. 6 долларов 69 центов. Ну, то есть в рублях сколько примерно стоит? 170 рублей в месяц с доставкой. А как вы узнали, что вот на вас завели уголовное дело? Ну, я ее заказал вообще в июле. Какого года? В июле этого года. В августе она, я заходил на почту России, она как бы остановилась в таможне Новосибирска. Все. И я думал, что все, заказ не дошел. То есть вы отслеживали передвижение вашего товара? Да. Ну, как бы можно отслеживать спокойно любой товар. Все, и она там застряла, думаю, все, застряла, застряла, бывает такое. То, что ручка застряла на таможне Эдуарда, не сказать, что обеспокоило. Не в первый раз он совершал покупки через интернет-магазины. Только вот спустя несколько месяцев вместо ожидаемой покупки он получил приглашение к следователю. И вот в конце декабря вызывает следователь, что завели дело. Скажите, вы знали о законе покушения на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации? Я вообще в шоке, что такое вообще существует закон. Как вы считаете, вот снимать ручкой нельзя, а телефоном нужно? Сейчас практически любой телефон оснащен камерой? Ну, да, конечно, нужно хоть чем снимать. Для кого-то закон, я вообще не понимаю, для чего это сделали. Кстати, закон этот был принят в далеком 96-м. Сейчас большинство антигосударственных законов убрано. Но по-прежнему остается статья 138 УК РФ, которая якобы борется с незаконным оборотом специальных технических средств. По всей стране заводятся тысячи уголовных дел за попытку купить детские игрушки, оснащенные видеокамерой разного вида, видеоняни, наручные часы с камерой, ручки и очки. Людей судят по статье 138.1 УК. При этом никто не может объяснить, чем отличается игрушка от спецтехники. А вы можете объяснить, чем отличается игрушка с видеокамерой от специального технического средства? Потому что качество, во-первых, за 170 рублей ручку что-то увидеть, вообще это невозможно. Во-вторых, там есть какие-то конкретные... В статье прописано, что специальные технические средства только подпадают. А она к этим средствам вообще никаким боком. Кто-то проводил какую-то экспертизу, допустим, изъяли эту ручку. Какая-то экспертиза проводилась, и кто-то подтвердил, что действительно она приравнивается к специальным техническим средствам? Следователи мне сказали, что проводилась. Отправлялась в Екатеринбург на экспертизу. И где-то через месяц меня снова вызвали и забрали телефон с зарядником, с сим-картой. И тоже на экспертизу, как орудие преступления. Потому что я с телефона выходил интернет, с телефона оплачивал заказ, с телефона как бы купил ее, получается. Уголовное дело, как вы говорите, уже заведено, да? По какой статье? По 138. По 138. Какое наказание вам светит? 4 года тюрьмы, 200 тысяч рублей. Штраф. Как вы считаете, справедливая статья, по которой вас привлекают? Закон вообще несправедлив. Непонятно, для кого он сделан. Не кажется ли вам, что всему тому причина, страх правоохранительных органов и чиновников перед разоблачением во взяточничестве? Ведь, по сути, эта абсурдная статья запрещает гражданам борьбу с коррупцией. Я других причин не вижу. Этот закон вообще обсуждать, наверное, для этого и сделан. Потому что обычному человеку бояться нечего. Думаю, что этим законом они прикрывают себя. Получается, данная статья закона прикрывает хамство и взятничество во всех сферах торговли, оказания различных услуг, медицины, образования и так далее. А простой человек, покупая игрушку, обвиняется в шпионаже и становится уголовником.